Сегодня мы поговорим на тему, почему водитель-тракист, дальнобойщик в Америке, это не семейная профессия. И почему мужчинам, которые приезжают сюда с семьей, лучше искать какую-то другую работу. Ставлю себе ароматный диффузер компании Doterra с эфирным маслом, которое немножко помогает настроиться на такое расслабление. Горячий чайок. И сегодня я записываю для вас видео днем. Привет, вы на канале Марины. Я сегодня осталась сама по себе. Мой муж уехал с детьми в батутный парк поиграть, и у меня образовалась такая небольшая тишина в течение дня. Я говорила уже в одном из своих видео, что я блог в пижаме веду. Сегодня не совсем в пижаме, но тоже практически в домашней одежде. И сегодня мы поговорим о том, почему же я очень против, когда мой муж работает на траке, на пикап-траке. Слава богу, не на большом дальнобойческом траке, а, знаете, только на огромном SMI, так называемом траке в Америке. Но на пикап-траке работает, доставляет машины. Суть та же. Он уезжает на неделю, на две недели работать. Это супер меня волнует. Также сегодня немножко вставлю сюда какие-то кадры из моего похода в магазин недавнего. Я была в магазине, хотела вам что-то показать. Под рукой ничего не оказалось у меня здесь. Покажу вам, как я на 34 доллара купила мешок вещей. Там 4 или 5 купальников разных. В отличие от того купальника, который я недавно купила за 32 бакса, тоже со скидкой. Это, по-моему, отличная находка. Купила это в магазине вот этих вот посылок. Знаете, все это показывают на американских каналах. Вы можете очень много таких посылок посмотреть, которые распаковывают люди. Это возвраты с Амазона, с других каких-то магазинов. Потерянные посылки так называемые, да? Сегодня я приехала в магазин Bintime называется. Здесь продаются посылки, возвратные всякие товары. И очень дешевый сегодня магазин день по доллару. Здесь вот написано, какие дни работают, сколько что стоит. Сегодня вот среда. Сегодня по 2 доллара, мамочка. Я думала по доллару. Ну окей. Здесь есть всякие посылки. Конечно, в основном это все выглядит не очень неприглядно. И рыться в этом всем не отчоба доставляет большое удовольствие на самом деле. Но здесь можно найти всякие разные хорошие вещи. Здесь можно найти всякие футболки, толстовки и все такое прочее. Что, в принципе, когда ты постираешь за доллар, довольно-таки неплохая находка, знаете, получается. А еще здесь можно найти всякие вот штуки, например, вот корсет. А вот кто вам, надо корсет там вот? Не знаю. А что, корсет такой вот исполнять себе за 2 бакса. А так он стоит долларов 30, наверное, 40 в магазине, как минимум. Нет, реально можно найти всякие толстовки. Например, вот толстовка, да? За 2 бакса, почему бы нет? Такие платьишки. Есть детские книги по доллару. Вообще, там с большими книгами тоже есть отдел. Смотрите, какие красивые книги. Никто обычно не берет это все. У меня на русском уже много книг. Я иногда беру тоже книжки здесь. Или в этом программате, да, для детей по доллару. Также есть, например, вот такие вот горшки. Горшки. Ну, да, продают всякие упаковки. Просто мощные средства. Или, вот, например, витамины. Ультилитамины. Или для засыпания. Мелатонин. Все это тоже со скидкой. В магазине стоит долларов 6-7. Докупать за одну. Короче, я пойду порой, посмотрю, что там продается. А потом, когда что-нибудь соберу, я вам это все укажу. Целый мешок одежды купила за 34 доллара вместо 32 долларов за купальник. Тут несколько купальников. Еще все эти тимины штуки. Да, вам покажу. Распаковал я вещи. Сейчас покажу. По-моему, это классная находочка. Смотрите, да? Труселя купальны. Труселя купальны. Шортики купальны. Я еще не знаю, к какому верху будут носить. Но у меня есть пару верхов. Целый, можно сказать, комплект нашла. Купальник. 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 Каждый из этих купальников стоит долларов по 30, по 40, а то и по 50. Вот этот, например, да? Тут написано фильтр SPF 50. То есть наверняка надо его постирать. Да, правда, единственное, что это пыльно, его постирать. Но в целом вполне себе купальники. Почему нет? Я один купальник с 30 долларов купила. Здесь по 34 долларов. Это все. Дальше шорты на лето. Шорты еще с замочком. Футболка такая христианская. Значит, шорты купальные мужские. Это сыну старшему. Это тоже толстовка. Здесь правильная надпись про то, что это какого-то международного чемпионата мира. Но да ладно, ему для работы со своими машинками подойдет. А вот здесь его всякие электронные штуки. Это он говорит, какой-то компьютер Dell. Типа офисная штука. Сюда вставляются различные, в общем, входы. В общем, на Амазоне стоит такая долларов 200. Он сказал, что, возможно, ее продаст. Может, за 100 баксов. Может, себе оставить для чего-то. Еще не знаю для чего. Вот. Такое крепление для телефонов, для великов. Это, скорее всего, Mac-зарядка, да? Для Mac-а зарядка. Адаптер, да, скорее всего, для Mac-а зарядка. Это, значит, зарядки для iPhone. Такие, знаете, прикладываются, так и заряжаются телефон. Две таких штуки. А это что-то, в общем, какой-то lights, наверное, по цвету. Ну, в общем, вот это все. Это у нас 34 доллара вместе с таксами. Так что, по-моему, очень даже неплохое приобретение. Обычно люди такие вещи, наверное, перепродают. Но я беру исключительно для себя. В таком магазине я беру обычно футболки. Мне нравится брать. Купальники. Отличная находка, мне кажется, в таком магазине. А может, какие-то игрушки детям. Ну, а мой сын любит какую-то электронику по сцентам. Находить за недорого. Поэтому мы туда ходим, может, раз в полгода, если не реже. Пью сегодня из нашей кружки, из нашей церкви. Называется стих Даниэля 11, 32 глава. Люди, любящие Бога, соберутся и начнут действовать. Очень вкусно пахнет этот, конечно, аромат. Мне очень нравится запах. Часто ставлю себе диффузер. Обычно ставлю на ночь. Но вот сегодня поставила себе днем. Немножко поменял локацию. Итак, для меня одна из очень больных и очень таких больших тем, обширных, знаете, это работа моего мужа. И он с момента приезда нашего в Америку в 2019 году начал работать на траках практически через полгода. В 2019 году мы приехали в США. Об этом есть история на нашем другом канале. Move to the USA. Я оставлю ссылочку под видео. И первые полгода он работал на стройке. И с наступлением 2020 года он уже сел на пикап-трак, на доставку машин на открытые трейлеры. И началось. Началось мой персональный ад как женщины, которая осталась с тремя детьми в новой стране сидеть и ждать своего мужа. Конечно, я понимала, что в Америке по-другому быть не может, что я буду оставаться одна и ждать, пока он будет работать. Но я никак не ожидала, что я буду делать неделями и оставаться одна, и вечерами оставаться одна. И наступит такой момент, через полгода работы моего мужа, что мой сын, которому на тот момент было 3 года, перестанет его узнавать. Он мужем его перестал узнавать, начал его бояться. И однажды наступил момент, когда мой муж долго-долго работал, потом приехал, я ушла на какую-то встречу с девочками, что ли. Вернулась, в общем, поздно, в 11 часов вечера. И вернулась, и мой муж скидал мне видео такой картиной, что мой сын очень долго не мог уснуть. Он просто забивался в угол, садился отдельно, представляете, просто зажимался так вот в себя и просто не мог даже лечь спать, потому что он боялся, боялся папу. Я очень много ругалась с моим мужем, я говорила, что мне не нужны никакие деньги, зачем мы вообще приехали в Америку, в эту страну возможностей, в которой тебя теперь нет с нами, в которой ты должен отсутствовать, в которой ты должен уезжать. Но ничего не мог изменить на тот момент, потому что это была хорошая работа, высокооплачиваемая. И он мне говорил, что подожди, подожди, 3-4-5 месяцев поработаю, что-то придумаю, что-то изменю, заработаю денег, открою бизнес, и всё у нас будет по-другому. В итоге время шло, мой муж так и не оставался с нами, он очень много работал, уезжал неделю-две, я скандалила, я ни к чему не приводила, но я решила жить, ну ладно, окей, буду жить обычную нормальную жизнь человеческую, у нас многие девчонки в церкви жены тракистов, они мне все говорили, да ты чего, да ты привыкнешь, да нормально, да все так, мы уже живем. Очень многие мужчины в церкви у нас в Южной Каролине работают на траках и на стройках, и на траках очень много, то есть они отсутствуют реально по неделю, по две, по месяцу дома. И мне девчонки говорили, что это окей, что ты волнуешься, что ты нервничаешь, да, что так и должно быть, что, ну, типа, деньги зарабатывать, как по-другому заработать, да. Но я тоже думала, ну, наверное, я просто, ну, что-то не то делаю, не то говорю, не то думаю, пристаю к мужу со своими проблемами зачем-то, то есть просто надо расслабиться и жить. Ну, и я начала жить, я начала ходить по магазинам, начала покупать всякие вещи, начала очень много есть, набрала очень много килограмм, за первый, там, год жизни набрала, я за первые полгода, точнее, я еще, когда на стройке еще работала, набрала 15 лишних килограмм, потом еще 5 туда же, когда он уже работал на траках. Бессонные ночи, я очень много нервничала, ну, одна с тремя детьми, потом я вообще забеременела, а потом мой муж открыть решил бизнес, он решил, что все, хватит, он проработал, получается, где-то сам год на этом бизнесе, и спустя год ровно он открыл, когда у меня как раз родился малыш, я говорила, что ну все, вот сейчас у меня родится малыш, ты уже просто не можешь, просто у нас четвертый сын родился, не можешь уже просто ничего с этим сделать, ты должен быть со мной дома, я тебя не отпущу, просто встану на выходе и не открою тебе дверь, ты никуда не поедешь просто. И он нанял первого водителя, и потихонечку, потихонечку, потихонечку нанимал водителей, брал траки, единственная была проблема в том, что у него была не очень кредитная история, точнее, она вообще не была никакая еще на тот момент, мы не могли кредитную историю сделать, и он не мог взять трак свой в кредит себе купить, чтобы как-то больше денег ему зарабатывать. Он брал траки в аренду, брал траки в аренду и сдавал их, получается, этим водителям. Ну, точнее, сажал на эти траки водителей. Трейлеры были свои. Трейлер он покупал, покупал в рассрочку, даже не в кредит, а в рассрочку, там, через одного человека. И вот таким образом у нас была зарплата. Жили мы хорошо, нашу руку-ногу, не особо считая бюджет, как-то, знаете. Потом мы в 20... В конце 22-го года, получается, да, 22-го года мы купили себе... Подождите, какой год был? Короче, мы купили себе RV, этот автодом, да, съездили в Чикаго, посмотрели снег. Ну, как бы, хотели посмотреть снег, но как могли, так посмотрели. Там тоже видео об этом всем есть, кстати. Потрясающее наше путешествие. Красивая американская природа. Об этом ноль вопросов. Я совершенно не жалею, что мы кучу денег вложили в наше путешествие американское или потратим. Ну, в общем, короче, это все есть под ссылочкой под видео. Опять moved to the USA. Заходите туда. Там есть все наши видео с наших всех путешествий. Купили мы, значит, этот автодом, и муж мой немножко еще поработал, и мы начали планировать поездку по Америке. Проехали мы по Америке. За это время очень сильная экономика в Америке изменилась. Там прошел уже ковид, уже прошли всякие разные экономические проблемы с бензином и с дизелем. Резко начало расти цены, просто безумно начали расти цены на бензин. Например, он стоил там доллар 30, доллар 40, да, доллар 50 бензин за галлон, а стал стоить 4,5-5 долларов, даже где-то 6 долларов. А дизель так же. Дизель тоже сильно вырос. Мой муж вместо того, чтобы зарабатывать, например, с одной машины там 20 тысяч долларов, начал с одной машины только 5 тысяч долларов зарабатывать, да, из-за цены на бензин. Потому что раньше он платил за бензин там тысячу долларов, начал платить 5 тысяч долларов за бензин. Ну, это я уменьшаю сильно цифры, потому что в объеме за весь месяц работы на этих машинах, конечно же, просто гигантские деньги уходили из оборотных денег, уходили именно на дизель, именно заправлять вот эти вот машины. Редко всему были там сложности с тем, что некоторые водители ломали траки. Ну, знаете, в больших пиках траках, наверное, вы не знаете, я вам сейчас расскажу, в больших пиках траках есть два таких бака, в один заливается ДЭФ, так называемая какая-то специальная жидкость, я тоже в этом не разбираюсь, но я знаю, что это ДЭФ, и заливается дизель в другой бак. Так вот водители путали местами эти баки, заливали ДЭФ в дизельный бак, и таким образом трак просто ломался. И таким образом мой муж попадал на деньги и должен был уже оплачивать ремонт в 10 тысяч долларов или больше. Ну и, соответственно, пока ремонт идет трака, там еще и, конечно же, не идет прибыль. И короче, 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 вот эти все истории с бизнесом. И в итоге все, мой муж уволился, хватили, и сейчас он опять потихонечку сел на трак сам. Я сейчас уже не ругаюсь, у нас уже еще один сын родился сейчас, вот ему три месяца, и мой муж благополучно три месяца простил со мной, помогая мне, потому что очень была тяжелая беременность. Мы-то сидели беременны, а сейчас все. Ну и два месяца. Два месяца уже, Андрюша. Вы здоровы. Но я до сих пор, вот мы уже четыре с половиной года живем в Америке, и я не могу с этим согласиться. Но я правда не могу согласиться с тем, что работа тракиста – это семейная работа. Я считаю, что нет, никакие деньги, тем более сейчас они не такие уж велики, да, никакие вообще причины не стоят того, чтобы мужчина уезжал из семьи на две-три недели и отсутствовал. Это ненормально, потому что можно сказать, что это временно, но смотрите, это временно, жизнь же идет. Вот, например, мой муж уезжает сейчас на две недели в месяце. То есть он уехал на неделю, приехал домой и еще на неделю уехал, да. То есть из 30 дней в месяц, 15 дней его нет дома. За полгода из 365 дней, получается, да, 150 дней он дома не проводит. То есть из всей жизни, половины жизни муж дома не проводит. Можно, конечно, сколько угодно говорить, это временно, подожди, там, что классный, там, зато доход, зато хороший уровень жизни, и так далее, и так далее. Ну, что я могу сказать, невозможно. Для меня лично, мой муж важнее, чем деньги. Вот важнее. И присутствие его в нашей семье дома, я понимаю, что если он пойдет в Америке на стройку, на любую другую работу, с утра до вечера тоже не будет. Но ночами он будет дома, выходные он будет дома. И это очень грустная история. Конечно, если мужчина становится здесь бизнесменом, он тоже очень много работает, но все равно это более-менее свободный график. Он все равно находится в доступе. Все равно я могу в любой момент в мое время ему позвонить, сказать, приедь, помоги, там что-то сделай, и он будет с нами в коннекте, на связи. Он ночует дома, понимаете? Мы можем с ним поговорить, пообщаться, заняться любовью, в конце концов. Это тоже важный для меня, как для женщины, пункт. С моей, особенно, конституцией и с моим, скажем так, темпераментом, это очень важный пункт. И для меня это прям критичный момент, когда по две, по три недели мужчина нету дома. Как бы моя сексуальность страдает в том числе. Мне тут... Я выписала, в общем, короткое видео. Шорт где-то на канале, но можете найти его. Оно очень так много набрало просмотров. На ютубе оно набрало 12 тысяч просмотров, по-моему. В инстаграме набрало где-то тоже около 5 тысяч просмотров. И, значит, в инстаграме мне люди написали комментарии. А, во-первых, один мужчина написал мне, да что ты ноешь? Я тебя не понял. Ты, типа, хочешь, чтобы хорошо муж зарабатывал, рядом сидел? Будь радуйся, будь благодарна, в общем, радуйся, что у тебя вообще муж есть. Я с ним согласна абсолютно. Я очень радую, что мой муж есть. Но я была бы еще больше рада, если бы муж реально со мной был. А не просто теоретически он был, как бы, да, но при этом он полжит не просто в Америке, где-то непонятно где отсутствовал. Второй мужчина написал, что таких зарплат высоких уже нету, и эта работа не стоит того, что если мужчина что-то умеет другое делать руками, он может пойти на мувинг, на какие-то подработки, там, типа, работа муж на час и все остальное. Я с этим тоже согласна, но в Южной Каролине такие работы, как в Нью-Йорке, не совсем актуальны. Например, муж на час тут просто не будет зарабатывать нисколько, мне так кажется, потому что здесь очень много русскоязычных, большой комьюнити, верующие в основном люди, они сами все делают своими руками. Многие здесь сами строят себе дома, и очень много здесь живет строителей. Среди американцев здесь, у самих американцев, не такие высокие зарплаты в Южной Каролине, где мы живем, в этой местности, и никто не будет платить те же самые деньги, что платят, например, в Нью-Йорке или в Лонс-Анджелесе за такую вот простую работу, типа, муж на час. Чтобы работать каким-нибудь там электриком, или чем-то еще, действительно нужно иметь навыки и способности. Мой муж это не любит, не хочет и не умеет, и лицензию получать он тоже не готов. Стройка, короче, тоже не его вариант, он просто этого, ну, не любит, не хочет, не хочет делать. Он вначале начинал работу на стройке, делал камины, у него очень хорошо получалось, ему даже предлагали развивать этот бизнес, делать такие, знаете, камины из камня, он хорошо это делал, ответственно, но он это ненавидит, он это не любит, он не может это делать, и плюс ко всему это не приносит все равно такие же деньги, которые он ожидал от этой страны, и которых он хотел бы получить сейчас, которые сейчас уже, грубо говоря, нам нужны, потому что большие билы, большие платежи. И еще один мужчина, еще один комментарий, был самый печальный, потому что мне мужчина написал, что да, так и есть, что абсолютно не семейная работа, вот этот вот мужчина, который водит траки, водитель, который водит траки, потому что вот у него самого ситуация такая, что он со своей семьей потерял, пока он здесь работает дальнобойщиком, он тоже отсутствовал по 2-3 недели, бывало и дольше, и семью потерял, и он согласен, что это не та работа, которая нужна семьям, и вот этот комментарий, он, пожалуй, открывает, ну, такую как бы правду жизни, да, потому что я не знаю, на чем основываются женщины, которые терпят и ждут мужчин своих по 2-3-5 недель, да, блин, это грустно, то есть куча молодых парней, работайте, пожалуйста, парни на этих работах, но не семейные мужчины, правда, вот всех сейчас призываю, если кому-то попадется это видео, женщины, не соглашайтесь на это, если мужчина говорит, что я временно пойду, подработаю, деньги хорошие, никакие деньги не стоят того, что ваш муж будет отсутствовать дома, лучше придумать что-то еще, вариантов всегда можно найти, если очень сильно захотеть, мы уже дошли до того момента, что сейчас мой муж не должен был ехать на траках работать, но наши биллы сейчас уже такие, которых не было в начале, да, потому что мы сейчас уже купили автодом в кредит, у нас инфинити в кредит машина, у него трак рабочий в кредит, и наши платежи сейчас уже на 8-9 тысяч долларов, то есть никакая другая работа сейчас в Южной Каролине, кроме какого-то своего собственного бизнеса, не перекроют эту зарплату, поэтому вот, в общем, на таких вот эмоциях, а, ну да, я не договорила еще мысль о том, что сейчас мой муж еще работает над вторым направлением, которое он тоже давно думал, это уже продажи, это уже не отсутствие дома, мы очень любим бани, особенно мой муж очень любит бани, потому что он вырос, и вырос на Урале, и там баня была, знаете, таким естественным вариантом жизни, просто у тебя невозможно жить без бани, мы каждую неделю, друг говоря, ходили в бане, и вот он здесь придумал вариант продавать переносные бани-палатки, такие вот, где-то здесь я, может, ставлю фотку, и может какой-то короткий видос, и вот эти бани-палатки, значит, их можно брать с собой на кемпинге, можно оставить около своего дома, в общем, везде можно использовать бани-палатки, и мы будем их продавать сейчас, но для того, чтобы этот бизнес активно развился, запустился, потребуется, конечно же, время, может быть полгода, а может быть и год, я не знаю, сколько потребуется времени, при нашем маленьком вложении денег, потому что у нас нет особо денег на то, чтобы вкладываться в рекламу пока что, своими силами, будем еще что-то думать, еще какие-то проекты развивать, еще что-то думать, в общем, вот такая вот история, друзья, и пишите ваши комментарии, пишите, что думаете, если этот канал попадется девочкам, которые тоже замужем за тракистами, в любой стране мира, кстати, напишите, как вы это переживаете, потому что я сталкиваюсь с большим количеством женщин, которые говорят, привыкнешь? Ну как? Почему я должна к этому привыкать? Мне это не нравится совершенно, но я реально считаю, что никакая работа не заменит мужа, который рядом с тобой, никакие деньги не заменят мужа, то есть, вот если вы у меня сейчас попали с девочки, и вы замужем за тракистом, и вы в любой стране мира, напишите, пожалуйста, как вы себя чувствуете вообще? Вам окей с этим вообще жить? Если да, то что? Может, я чего-то не понимаю, может быть. Знаете, хотя, вот признаюсь честно, сейчас я уже мужу могу говорю, слушай, дорогой, а тебе не кажется, вот тебя вообще не пугает тот факт, что сейчас мне уже начинает даже нравиться твое отсутствие дома по вечерам? Он такой, в смысле? Я говорю, сейчас, я каждый вечер, я просто жду этого вечера, учитывая, что у меня днем полный хаос и полный дом детей, я жду этого вечера, чтобы уже вечером сесть, написать статьи, написать блог, учеба. Я сейчас еще учусь на семейного психолога и мне очень надо много учиться, читать, смотреть видеокурсы и ночами это тоже делать удобно, потому что тихо. И я говорю, слушай, я вот сейчас вечерами уже, мне нужно время для себя, я понимаю, что ты мне сейчас уже вечером некогда с тобой заниматься, даже ничем, ни с тобой не общаться, ни чай пить, ни сериалы смотреть, ни вообще, ни любовью заниматься. Я говорю, я сейчас хочу сидеть учиться, там работать, что-то делать, статьи, блоги. Он так напрягся такой. Я думаю, вот единственный способ, наверное, женщины как спасаются, которые сидят дома, одни без мужей, это вот то, что вот они находят себе какое-то занятие, причем, которое чаще всего можно делать только, когда мужа нет дома. Поэтому я не знаю, в общем, с одной стороны, это круто, что есть время на саморазвитие, да, с другой стороны, а зачем тогда вообще мне муж? Ну, то есть, вообще тогда зачем семья? Короче, глобальная тема, которую я затронула в этом канале, я, может быть, еще вам это буду говорить, потому что у меня очень много всяких философских мыслей, зачем вообще человеку семья? Семья это насилие, у меня такие мысли даже были. И еще я хочу поговорить с вами, там у меня старший сын прошел, спасибо, Леша, что ты прошел и не заметил мой ютуб-канал. Короче, еще я обязательно поговорю на тему, почему в современном мире быть просто домохозяйкой полный отстой. Я не хочу сейчас никого обесценить, потому что я сама домохозяйка, и я хочу как раз таки поговорить в следующем видео о том, почему я супер разочарована в этом всем за там 17 лет декрета, да? О, надо назвать видео 17 лет в декрете, как выйти, как выйти и начать жить. Следующее видео надо так назвать, да? В общем, девчонки, мальчишки, надеюсь, это смотрят только девочки, потому что что-то как-то, ну не знаю, блог в пижаме, женский, кому еще интересно. Надеюсь, что мои зрители только девочки. Очень на это надеюсь. И кто-нибудь, я призываю вас, пишите комментарии. Мое прошлое видео набрало больше тысячи просмотров про больницу, предыдущее видео набрало 200 с чем-то там тоже просмотров, но ни одного пока комментария. Я все жду, когда же моя аудитория начнет со мной общаться. В общем, всем хорошего настроения, встретимся с вами на YouTube. Пишите, что вы думаете, конечно же, буду очень-очень-очень рада. А я пойду, уже у меня малыш проснулся. Все, уже пора заканчивать, нюхать, показать, пора заканчивать ароматерапию свою. И чаек уже почти допила, он уже, кстати, холодный, пока тут с вами болтаю. Так что все. Bye-bye, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok